Исторической достоверности в современных играх уделяет уже не так много внимания. Об этом можно судить на фоне таких проектов, как например Киберпанк. В последние годы встречается не так много проектов, в которых разработчики делают упор на историчность и достоверность каких-либо событий или фактов. Но в более старых играх к этому делу подходили ответственнее, как разработчики, так и игроки. А потом мне захотелось проверить всеми нами любимую Мафию 2 в своей новой рубрике «Проверка на историчность». Та рубрика, в которой мы будем проверять различные игры на исторические факты и детали, упоминая как достоверные, так и недостоверные. Но если вам понравится данная рубрика, то обязательно оцените её своим лайком. Так я смогу понять, понравилась ли вам эта рубрика, а также стоит ли её продолжать в принципе. А если продолжать, то в каких играх? Опять же жду ваше предложение в комментариях под этим видео. Ладно, хватит болтовни и давайте наконец приступим к ролику. Я желаю тебе приятного просмотра. Присаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Я думаю, что большую часть этого ролика нужно разбирать в события первой главы, так как проверка историчности в ней наиболее логична. Ведь здесь затрагиваются действия времена Второй мировой войны. А значит, будет интересно узнать, как хорошо или плохо разработчики подошли к исторической достоверности, отражая эти годы в своей игре. Начнём с нескольких реплик Вита. В которых мы сможем узнать первоначальную информацию. Как известно, Вита Скалетто принимал участие в операции Хаски. Название этой операции невымышленное. Операция против итальянских фашистов проводилась и в реальности. Всё в той же Сицилии, где и проходят действия первой главы. А проводилась операция Хаски в ночь с 9 на 10 июля. И тут вы можете подумать, что нашли первый недостоверный факт в Мафии 2. Так как если мы вспомним реплику Вита, то он говорит о том, что их полк должны были сбросить 11 июля. Но это всё равно исторически достоверный факт. Ведь 11 июля к операции Хаски должны были присоединиться полки десантников, которые находились на тот момент в резерве. И то, что Вита, по сути, молодой новобранец, который совсем недавно попал на фронт, находится в резервном полку, ещё более логично. Не отправлять же его в основные составы, верно? Так что разработчики очень хорошо продумали этот факт, который завязан, по сути, на одной дате. Но с какой же тщательностью они выбрали именно её? И как итог, не ошиблись. Также Вита говорит о том, что попал в 504-й парашютный полк. Таков тоже существовал на самом деле и является очень известным парашютным подразделением. На момент операции Хаски, 504-й полк, которым состоял Вита, являлся резервным. Что, опять же, исторически достоверно. А что самое главное, логично. Исходя из ранее упомянутой информации. Более того, история о том, что самолёт был подбит, не выдумка. И не случайно выбранный исход от разрабов. Ведь в реальной жизни самолёты, на которых и находился 504-й парашютный полк, 11 июля попали под огонь союзного флота, которые ошибочно нанесли удар по союзникам. И самолёты этого полка были поражены. Но большая часть полка в тот день погибла. Но благо, одним из таких счастливчиков по сюжету оказывается Вита Скалетта. В кадре появляется некий Дон Кало. Но это далеко не выдуманный персонаж. Это единственный персонаж в Мафии 2, который не имеет прототипа. А является буквально срисованным с реально существующего человека. И речь идёт не только о внешности, но и о нескольких других фактах. Полное имя – Каладжеро Витцине. Но Вита называет его Дон Кало. Прозвище Кало было присуще ему и в реальной жизни. Так что даже это исторически достоверно. Сам Каладжеро – чуть ли не самая влиятельная фигура в структуре Коза Ностры за всю историю. Его даже называли неким боссом боссов. А появляется в кадре на Шермане он не просто так. Это некая отсылка к популярной легенде, которая связана с Доном Кало, по которой он разъезжал на танке Шерман по улицам Сицилии, уговаривая местное население оказывать поддержку союзникам, а фашистские гарнизоны – сдаваться. И в такую короткую сцену разработчики вместили не только реально существующего человека, но и даже его прозвище, а также отразили существующую легенду, связанную с этим персонажем. Разработчикам огромный респект, ведь они подошли к этому делу с полной ответственностью и достоверностью фактов. Также помимо Дона Кало в игре упоминается как минимум две исторические личности. Во-первых, Бенита Муссолини, о котором упоминает Вита в одной из реплик. В реальной жизни Муссолини являлся итальянским политическим и государственным деятелем, публицистом, лидером национальной фашистской партии. В игре упоминается в подобном контексте. А также в диалоге с Джо упоминается некий Паттон. И скорее всего речь идет о Джорджи Паттоне, одним из главных генералов американского штаба, который, кстати, и отдал приказ о выставке резервных полков 11 июля. И который, по словам Вита Скалетто, лично вручал ему награды. Кстати, о наградах. За эту операцию Вита Скалетто получает награды «Пурпурное сердце» и «Крест», что упоминается позже в пятой главе. Названия этих наград также не вымышленные. Ведь «Пурпурное сердце» и «Крест» — реально существующие награды, которые выдавались с 1932 и 1918 годов. А слова Гарри о том, что эти награды не выдавали за что попало, подтверждаются, если мы узнаем о их описании и за что они выдавались. За прохождение первой главы мы получаем ачивку под названием «Viva la Resistencia». Переводится как «Да здравствует сопротивление». И даже в банальной ачивке разработчики заложили историческое значение. Ведь «Viva la Resistencia» является кличем французских сопротивленцев в период фашистской оккупации. В конце 1944 года Вита Скалетто получает ранение, из-за чего он на какое-то время возвращается домой. И тут, скорее всего, из-за вырезанного контента было также вырезано упоминание Орденской операции, в которой 17 декабря 1944 года принял участие 504-й полк, в котором и состоял Вита Скалетто. А 20 декабря под Шенё этот полк принял на себя самый страшный удар за всю свою историю. И, вероятно, именно в этой операции и в этом временном промежутке Вита Скалетто получает ранение, из-за которого его отправили на побывки. Утверждать о достоверности этого факта в игре мы не будем. В частности, из-за вырезанного контента. Но предположение на самом деле интересное, тем более всё спокойно сходится по датам. А потому, вероятно, Вита принимал участие в той самой Орденской операции. Но несмотря на всю историческую достоверность первой миссии, которой я уделил огромную часть ролика, в Мафии 2 также присутствует немало исторически недостоверных фактов. Затронем всю ту же первую миссию. Тут будет довольно спорное суждение с моей стороны, и если я буду не прав, то поправьте, пожалуйста, меня в комментарии. На вооружении у противников, то есть итальянских фашистов, можно увидеть такое оружие, как МП-40, винтовку 98К и МГ-42. Всё бы ничего, но данные пушки стояли на вооружении Германии. И хоть Италия на тот момент входила в число двух стран осей, на их вооружении во времена Второй мировой стояло другое оружие. Так что факт присутствия арсенала немецкого оружия у итальянских фашистов довольно странный. Тем более, на вооружении у итальянцев нашлись бы другие пулемёты и винтовки, из которых в игру попала только Beretta Map 38. И опять же, скорее всего, дело в вырезанном контенте и сырости игры. Кто знает, может быть, в этой миссии планировалось добавить другое оружие, но вместо этого итальянским фашистам выдали то, что уже было в игре. Журнал Playboy в Мафии 2 можно спокойно найти в квартире Джо уже зимой 1945 года, а позже и летом 1951. Но вся суть в том, что в реальности журнал Playboy в те времена вообще не мог существовать, а начал издаваться он лишь в декабре 1953 года. Я понимаю, что это как-никак коллекционный предмет и всё такое, но факт присутствия этого журнала в этом временном промежутке достаточно абсурден. Абсурдным в плане историчности можно назвать и автопарк в Мафии 2, поскольку большое количество прототипов автомобилей ещё даже не существовали на момент действия игры. Вероятно, разработчики взяли прототипы несуществующих на тот момент автомобилей, дабы показать эдакий контраст населения. Мол, богатые разъезжают на роскошных кабриолетах, а другие на развалюхах, часть из которых, правда, историчны. И такое решение в пользу нарушения историчности я хоть и не буду оправдывать, но почему разработчики решились на это, я понять могу. Некоторые композиции на радио также не историчны. Я упомяну только несколько песен, ведь композиции, которые не соответствуют временному отрезку, довольно много. Тем более, вы не сможете прослушать их на ютубе. Как говорится, добрый вечер, авторские права. А потому полный их список скоро появится в моём паблике во Вконтакте, где вы также сможете их прослушать. Так что обязательно на него подписывайтесь, ссылочка есть в описании. Но сейчас я приведу в пример первые пять попавшихся на мои глаза композиций. Остальное, как я уже сказал, будет в моём паблике. Baby is Cold Outside написано в 1944 году, но была опубликована только в 1949. Badons and Bows написано в 1947. Cult of Questioning вовсе в 1956. Ява в исполнении Фредди Фрайдэй не раньше 1963. И напоследок с Моустэк Лайтинг 1956 года релиза. Что же, это был пилотный выпуск рубрики «Проверки на историчность». Я надеюсь, что эта рубрика вам понравится, и она покажется вам интересной. И мы сможем снимать её в других играх. А каких? Пишите в комментарии. Возможно, я ещё сниму вторую часть этой рубрики в Мафии 2. Но опять же, всё будет зависеть только от вашей заинтересованности. Также, если ты нашёл ошибку в ролике, которую я допустил, то также не стесняйся и пиши своё замечание в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. Если тебе понравился этот видеоролик, а также нравится мой контент в целом, то почему бы не поставить лайк, а также оформить подписку на мой канал. В любом случае, огромное спасибо тебе за поддержку. С вами был, как всегда, Ник Лэй. До скорых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok